Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, сори за моё промежуточное отсутствие, сегодняшний день я начну входить в привычный мне режим и видосы будут выходить чаще, а не как в последние две недели. В общем, сори ещё раз и спасибо всем тем, кто меня ещё не забыл. Сегодня я хотел бы поговорить о FPS бусте, а если быть точнее, рассказать про тест игр в 120 FPS от электроников. Перед началом видеоролика, как всегда, прожимай лайкусик, подписывайся на канал, если не подписан и лови промокодик на Кинопоиск HD, который подарит вам 60 бесплатных дней этой подписки. Если что, промокодик работает в последние дни. В этой подписке вы найдёте кучу фильмов, мультиков, даже новиночки. Короче, как всегда, ссылка в закреплённом комментарии и давайте начнём. Начнём с недавней новости, которая вышла буквально несколько дней назад, что FPS буст расширился и коснулся ещё игр от электроников. Напомню, что FPS буст — это функция, которая доступна только на консолях Xbox Series и S и X, и которая, как вы догадались, может без проблем повысить количество кадров в той или иной игре. Где было 30 FPS, может стать целых 60 FPS, ну а где было 60, может стать 120 FPS. Ранее в эту функцию уже входило несколько игр, всё было довольно-таки неплохо, 60 FPS в Watch Dogs 2, в Super Lucky Tail там 120 FPS, да и многих данной функции побудило надеяться, что 60 FPS будет там в GTA 5, в RDR 2 и прочих играх. Но сразу вам скажу, что это будет далеко не во всех играх, поэтому надеяться особо не стоит. В итоге вчера я решил протестировать эту фичу в играх от электроников, а конкретнее я протестировал её в батле, в Titanfall 2, поскольку в эти игры я иногда играю, да и просто было интересно, как они будут смотреться, и я офигел, но об этом чуть позже. Если что, в этих играх можно включить аж 120 FPS, и сейчас поясню как. Если что, FPS Boost в играх, где вместо 60 теперь 120 кадров, можно включить только на монике 120 Гц. Если вдруг у вас там телик или моник на 60 Гц, вы никаким образом не увидите эти 120 FPS и не включите тот самый FPS Boost в играх, где должно быть 120 FPS. В принципе, вы можете глянуть на экране, что в одном случае у меня оно недоступно, а в другом, где съёмка через камеру, всё нормально. Просто у меня карта поддерживает пропускную способность только в 60 FPS, поэтому вот так вот, как бы, сори. Поэтому я настоятельно рекомендую не слушать тех, кто говорит, что данная функция, а именно увеличение до 120 FPS, очень важна даже для тех, кто не имеет моника 120 Гц. Ребят, вот эти вот пацаны, они просто мимо кассы идут, я вам отвечаю. Так вот, от чего я офигел? Я офигел от того, что вместе с FPS Boost у меня капец как просеяло разрешение. Я сначала подумал, что мне как-то показалось, что может быть что-то не так, и ощущение было, что разрешение скатилось где-то до 720p. Если честно, я давно не видел такого разрешения, уже более-менее привык видеть чёткую картинку, если что, я играю даже на Full HD, не на 4К, и увидеть такое резкое понижение разрешения было удивительно. И, короче, у меня сложилось такое впечатление, что если FPS Boost, то разрешение в этом случае будет даунгрейд. И это при условии, что у тебя там за бортом 12 Трафлопс, что у тебя Xbox Series X, и как бы я и предполагал, ну как бы пониженное разрешение, но хотя бы там до 1080p, но нет. В принципе, это был лишь мой взгляд, моё чувство, но оно не подвело. Дело в том, что у диджиталов появился официальный анализ такой фичи, и действительно разрешение там падает капец как. Пример показателя вы можете, в принципе, увидеть на экране. После этой новости в сети было маленькое бурление на тему того, что за говно, почему так происходит, и кто-то защищал данную ситуацию с точки зрения, что это старые игры, и они не получали там никакого апгрейда для новых консолей, ну а кто-то просто смеялся над тем, что с чего начинал Xbox One, к тому вернулся Xbox Series, даже несмотря на свою мощь. В принципе, две стороны отчасти правы, но тут у меня есть маленькое несогласие с той стороной, которая идёт в защиту понижения, говоря про версии по обратке. Дело в том, что Xbox Series это аналог Xbox One X, и в случае некоторых игр на более мощных консолях, они шли практически в 4К. Тот же Titanfall 2, Battle 5, и у них там было хотя бы динамическое разрешение, которое прыгало иногда и повышалось там до 2К или 4К. Тут же просто блок в 720p, и это при условии, что консоль мощнее в 2 раза. Я понимаю, что это FPS буст, но в любом случае, как бы, я не ожидал такого увидеть. В моём случае я немножко не понял вообще смысл FPS буста, а именно до 120 FPS, если урезается разрешение прям настолько. Напомню, что я, человек, непридирчиво сижу не на 4К, а на Full HD, и тут я представил реакцию тех, кто купил огромный 4К Телек, 120 Гц, запускает туда Titanfall 2, включает FPS буст, чтобы у него было 120 FPS, и видит просто кучу лесенок и мыла. И вот это вот будет реально прикол. Кстати, просто 20 FPS. Тестировал я его в этих играх, и не могу сказать, что это как-то кардинально лучше. Да, плавнее, но почему-то ты ощущаешь это будто какой-то визуальный эффект, нежели реально повышение кадров в 2 раза. Как я говорил ранее, в ролике просто 20 FPS и новый монитор, в гири и так далее, на мой взгляд, на консолях это не особо нужно и не особо кайфово. Если же брать во внимание FPS буст и понижение разрешения именно в случае 120 FPS, на мой взгляд, за этим гнаться ну вообще не стоит. Ибо 60 FPS более чем достаточно, и при этом ты сохраняешь четкую картинку как минимум в 1080p. Повторяю, что речь идет сейчас про буст до 120 FPS, ибо буст до 60 это реально классно, это реально круто, поскольку для многих 30 FPS в некоторых играх было реально недостаточно, а 60 это самое то. Но вот буст до 120 FPS, к сожалению, в первый же тест показался не такой крутой идеей, как был изначально, ибо лично я не предполагал, что понижение разрешения будет прям вот настолько сильно. Если вдруг кто-то опробовал данную фичу именно в играх от электроников в 120 FPS, напишите как вам, понравился или нет, ибо очень интересно знать ваше мнение, понравился вам буст или нет. В любом случае, исходя из всех этих тестов, я для себя решил, что за 120 FPS на консолях, а именно при помощи буста, гнаться бессмысленно. Буст не буст, особого кайфа это не дает. Игра при оптимальных настройках, и в принципе получаем дальше удовольствие. На этом в принципе все, поэтому мой вам совет, не гонитесь за 120 FPS на консолях, это не особо стоит того. В любом случае, пишите свое мнение на этот счет, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, и до новых встреч, ребят. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok